День Победы 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 конечно, это чувство переполняли людей. Ну вот пожилые люди не сдерживали, конечно, не могли сдержать слёз. Ну а молодёжь, она с таким восхищением смотрела вот и с гордостью на портреты своих дедов, прадедов, что просто это, конечно, вызывало чувство глубокого, прежде всего, уважения к тем людям и к памяти тех, ради кого мы прошли этой колонной. И для них, в общем-то, это тоже очень и очень важно. Для людей старшего поколения. А я, раз уж мы с вами уже ненадолго вернулись в прошлое, давайте посмотрим сюжет, как «Бессмертный полк» прошествовал по улицам Одинцова в прошлом году. Акция «Бессмертный полк» всего 7 лет. С каждым годом она набирает всё больше участников. Десятки тысяч человек выходят на улицы городов по всему миру. Когда-то их родных и близких объединила общая горе война и общая цель – победа. Сегодня они выходят на улицы, чтобы память о тех, кто подарил нам мирное небо, сохранилось для будущих поколений. В этом году прошли с портретами близких в руках по центральным улицам Одинцова более 25 тысяч жителей. Дорожка фронтовая, не страшна нам обёжка любая, а помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Дмитрий Павловский несёт портрет деда Степана Евдокимовича. Он был призван в погранвойска в 36-м. В 41-м его, как и положено по сроку службы, комиссовали. Правда, отдохнуть не пришлось. Началась война. Дошёл до Кёнигсберга, а потом был переброшен в Японию. То есть воевал сначала с финнами, потом с немцами, а потом ещё с японцами. Вот в 45-м уже, в 46-м закончил свою службу в армии. Дети, внуки, правнуки. Поток участников акции в Одинцово казался бесконечным. Кто-то пел, кто-то играл на гармонии, кто-то молча думал о чём-то своём. Были и сторонние наблюдатели. Как показывает практика, уже в следующем году они встанут в строй бессмертного полка. На центральной площади участников шествия встречал казачий хор, который чуть позже сменила группа «Вабанк». Когда ж домой, товарищ мой, вернётся, За ним родные ветры прилетят. Любимый город, другу улыбнётся, Знакомый дом, зелёный сад, письмовый взгляд. В прямом эфире телекомпания Одинцова. Программа «Главная тема». Сегодня мы говорим об акции «Бессмертный полк». Телефон 8495 508 86 84. Звоните и рассказывайте свои истории героев Великой Отечественной войны, которые были и, надеюсь, есть в ваших семьях. Игорь Ильич, я думаю, что мы с лёгкой ностальгией посмотрели сюжет с прошлого года. С чьим портретом вышли шествия? Я шёл с портретом своего деда, военврач третьего ранга. Прошёл и плен, и войну, и, в общем-то, потом возвратился к той мирной жизни, которую врач должен нести. То есть, будучи, наверное, единственным хирургом в округе, он оказывал ту хирургическую помощь, которую надо было оказывать людям в то не тяжёлое время. Вот телезрители нам в Инстаграм пишут, что очень жаль, что в этом году не сможем пройти. Но мы всё-таки надеемся, что пройти мы сможем. Просто не 9 мая, а чуть-чуть попозже, когда эпидемиологическая обстановка это позволит сделать. Но я так понимаю, что вы пошли по стопам? Тоже стали врачом? Во-первых, да. Это как-то уже и отец был врач, и, в общем-то, традиция продолжается, и в детях. Но я хочу сказать о другом. Хотя у нас в этом году, конечно, шествие бессмертного полка на улицах, к сожалению, невозможно. Но я хочу, чтобы каждый из вас в памяти, по своей возможности, всё-таки принял участие вот в той акции, которая нас всех объединила. Прежде всего, конечно, в этот день мы не можем собраться вместе, но мы можем почтить память того человека, который в семье отдал жизнь, здоровье и всё ради победы. Это и фронтовики, и участники партизанского движения, и узники лагерей, и жители блокадных городов Ленинграда прежде всего. И, конечно, все те, кто перенёс тяготы и страдания, будучи и на оккупированных территориях, и те, кто помогал ковать победу в тылу. То есть все труженики тыла, кто отдавал здоровье и жизнь ради достижения общей победы. Конечно, есть возможность выложить материалы о своём участнике в различных сенсуальных сетях на сайте того же бессмертного полка мойполк.ру. Вы все это прекрасно знаете. То есть в любой форме это участие допустимо и будет той данью памяти, которую мы в этот день обязаны оказать нашим фронтовикам, нашим участникам войны, всем, кто приближал победу. Поэтому в любой форме, в любом виде участие в этот день, в этом благородном Дне памяти будет оправданно и целесообразно. Поэтому, конечно, мы проводим этот день дома, и вот лозунг бессмертного полка в этом году «Бессмертный полк дома». Но это не значит, что это нас разъединяет. Это, наоборот, должно нас сплотить и подвигнуть на то, чтобы мы отдали все силы, во-первых, чтобы наши дети, наши внуки сохранили в семье эту память. И, конечно, чтобы эта память не проживалась с каждым поколением. Вот, кстати говоря, это отличный повод собраться за столом, поговорить со своими детьми, поговорить со своими внуками и рассказать о том, как это было на самом деле, потому что мы знаем, к сожалению, сейчас пытаются переписать истории, наверное, только в наших руках, не позволить это сделать. Вот давайте поподробнее, Игорь Ильич, расскажем, как будет проходить акция. Мы только онлайн пока, да? Какие данные нужны? Фотография обязательно должна быть? Или можно и без фотографии принять участие? Значит, можно принять участие без фотографии. Кстати, вот на сайте бессмертного полка Одинцовского, это вот мойполк.ру, находите Московская область, регион, город Одинцово, и там выкладывают фотографии, фамилии, имя, отчество своего участника войны, труженика тыла, участника партизанского движения, всех, кто перенес вот, так сказать, тяготы Великой Отечественной войны и помогала вот приближать победу. Поэтому любая история, любое имя не должно быть забыто. И я вот прошу Евгению, чтобы вот наше Одинцовское телевидение сделало вот такой фильм о тех, кто выложил данные о своих близких, родных на сайте бессмертного полка Одинцова. Да, тут именно важно, что Одинцово, правильно? Одинцовский бессмертный. Вот как мы шли колонной Одинцово. И вы знаете, я хочу сказать, что вот среди этих историй очень много историй Одинцовцев, то есть которые из поколения в поколение живут в Одинцово. Вот я хотел привести историю, которую опубликовала внучка Сергея Парфеновича Миронова. Ну вот представьте, осень 1941 года, враг рвётся к Москве. Значит, у человека 42 года Сергею Парфеновичу было. По призыву он, да, они это самое, не призвали его, но человек пошёл добровольцем в ополчение, записался. И надо вам сказать, что тогда это был не город, это был посёлок Одинцово. Значит, был так называемый Кунцевский военкомат, к которому относился ближайший к Москве посёлок и вот так же относилось Одинцово. Значит, оказывается, что в 1941 году в нашем городе Одинцово был учебный центр, где ополченцам, фактически штатским людям, которые, может быть, и не держали оружие никогда в руках, преподавали азы военного дела, учили обращаться с оружием, так сказать, и готовили к тому, чтобы вот через считанные дни они могли пойти и выдвинуться на рубежи защиты Москвы, потому что ситуация была тяжелейшая. Это октябрь был месяц. И вот представьте себе, 13 октября во время учебного занятия фашисты сделали налёт на Москву, но поскольку зенитки, так сказать, наши, зенитным огнём, не были, они допущены к центру столицы, они начали сбрасывать бомбы по окраинам. И вот одна из бомб попала в это учебное здание. И было убито одномоментно 13 вот этих вот ополченцев. То есть вот, как сказать, конечно, человек-герой. И вот таких историй очень много. И вот эти ополченцы, они захоронены в братской могиле, потому что других возможностей похоронить людей не было. И причём эта история не одна. Вот история семьи Булыгиных из селения Ликино. Десять детей было в семье, и трое старших братьев все пошли на фронт. Это вот тоже говорит о том, что наши земляки, они вот на этот призыв отдали, буквально отозвались, сердцем пошли на фронт защищать Москву. Вот такие люди живут, и о них пишут родственники, вот эти истории. Поэтому, конечно, если это будет показано, конечно, это вызовет хороший отклик, и будет достойным вот таким шествием «Бессмертного полка онлайн», как мы говорим сейчас. Телекомпания «Дисом», безусловно, поддерживает акцию «Бессмертный полк». И в любом формате, ну вот в этом году она проходит онлайн. Как вы думаете, поддержат ли жители такой формат? Вот, кстати говоря, в Инстаграм нам пишут, по-прежнему продолжают писать, как жаль, что в этом году мы не пройдём шествием. Но будем надеяться, что чуть позже наберёмся терпения. Вот будет ли этот формат так же популярен, как «Реальное шествие»? Я думаю, да. Хотя, знаете, я хочу сказать, что с удовлетворением вижу, что очень много пишут этих историй, записывают внуки и правнуки. Это очень ценно, потому что, конечно, пожилой человек с интернетом на «ты» вряд ли будет обращаться. А вот наша молодёжь, те люди, которые сейчас вступают в жизнь, школьники, это вот как раз те люди, которые будут продолжать дело. И это, конечно, будет популярно. И вот онлайн-запись «Вреды бессмертного полка» уже сейчас, буквально перед праздниками, достигла практически миллиона записей. Конечно, 9 мая вряд ли мы всех увидим их. Но то, что вот это состоялось, то, что вот это поддержано всем народом, а это действительно так, это вот, наверное, самое ценное. Да, это народная акция, которая вот сохраняется. Хочется добавить, что очень активно эту акцию поддерживают школы, например, вот класс, в котором учится мой ребёнок. Да и я думаю, что во всех классах такие свои бессмертные полки вот на данный момент тоже собирают фотографии, собирают истории. И пусть ребёнок со слов родителя пересказал, но он же сам запомнил, он же сам узнал, и это, конечно, бесценно. А я хочу рассказать о том, что в Звенигороде ко Дню Победы традиционно проходит акция «Портрет ветерана». Будет ли она в этом году и как звенигородцы готовятся к празднику? С нами по видеосвязи Светлана Орлова, художник, педагог дополнительного образования Звенигородского дома детского творчества. Здравствуйте, Светлана! Добрый вечер! Рада всех видеть. Мы, конечно же, тоже зарегистрировались на сайте бессмертного полка Одинцова, но наш бессмертный полк начался ещё в 2011 году с урока памяти, который прошёл в Доме творчества. Я рассказывала детям о войне, и они так прониклись и захотели описать эти истории, нарисовать своих дедушек. И вот эта история вылилась вот в такой проект, в такую вот книжку, достаточно масштабная, здесь очень много материала, история семей Одинцовских семей, жителей Одинцовского района, реальных жителей и дети, от которых война достаточно далеко, они очень прониклись этой историей и посещали архивы, изучали их и нашли историю своей семьи, которую описали вот в этой книге. Мы её издали. В этом году у нас уже это второе издание. Это совместная работа такая с родителями. Я считаю, это очень хорошо, что дети у нас участвуют в таком вот бессмертном полку. В этой книге, конечно же, я описала истории и своей семьи, но в то же время я записывала ещё истории жителей Одинцова и делала к ним иллюстрации. Это очень интересный такой момент. То есть это небольшой участок нашей Звенигородской земли. И это был такой опрос ещё в то время живых ветеранов, которые пережили те военные годы, когда по льду весной плыли трупы, и они вот это всё пережили в малолетнем возрасте. Это страшная история, но это нужно знать. Мой дедушка, конечно, тоже был на войне, и здесь я тоже описала историю своей семьи. Его звали Макеев Андрей Михайлович. Ему было 30 лет, когда он пошёл на войну. Он работал в батальоне аэродромного обслуживания 3-й воздушной армии. И удостоен был государственными наградами за боевые заслуги, медаль за отвагу. Вот обычно я ношу на бессмертный полк его портрет, и мы с сыном обязательно ходим на бессмертный полк. И в этом году всячески поддерживаем. То есть во всех сайтах участвуем, и федеральных, и, конечно же, в Одинцово зарегистрировали. Мой сын Василий, ему сейчас тоже 30 лет, так как было его дедушком в этом возрасте, и они пошли на войну. И он был назван Василием в честь двух своих дедушек, которые были героями, я считаю. Один из них был Сладовников, Василий Дмитриевич, он был танкист и дошел до Берлина. А жена его, Александра, она была медсестрой, они вместе дошли до Берлина. И потом он стал полковником, очень уважаемым человеком работал. А второй дед, Анашин Василий Петрович, он был офицером пограничных войск. И тоже Василий Петрович Анашин. И моего сына назвали в честь этих героев Василием. Он очень гордится этим, но сейчас, именно в этот момент, он находится в изоляции. Ему сейчас 30 лет, он врач. И именно в этот момент он работает в красной зоне, я считаю, тоже на передовой. Мы им гордимся. Ну а нам остается быть дома, но помнить о подвигах наших предков. Светлана, а скажите, пожалуйста, как дети отреагировали на предложение принять участие вот в этом замечательном проекте «Портрет ветерана»? Это все-таки было, может быть, какое-то давление, или они с радостью инициативу подхватили? Вы знаете, мы посмотрели фильмы, мы поговорили, и это было до слез трогательно. Они захотели узнать, что же... Я у них спросила, что делали ваши дедушки, бабушки во время войны. Вот узнайте просто. На следующее занятие они пришли уже с историями, которые мы решили записать, а потом их проиллюстрировать. То есть вот если вы посмотрите, здесь у нас портреты ветеранов, нарисованные детьми. И это очень интересная такая книга. Истории Одинцовской земли в период войны. Молодцы, молодцы. Светлану, спасибо вам большое за ваш очень интересный рассказ, и спасибо за ваш замечательный проект «Портрет ветерана». Сыну Василию мы желаем крепкого здоровья, и действительно, вы очень правильно сказали, давайте ради наших докторов, которые сейчас действительно на передовой просто враг у нас, вот такой коварный и невидимый, давайте мы немножко посидим дома. На самом деле это несложно. Это гораздо сложнее, чем спасать чьи-то жизни. Правда же? Абсолютно. Игорь Ильич, вы координатор бессмертного полка в городе Одинцово. Много ли к вам поступает вопросов, как к координатору акции? Да, вы знаете, люди звонят постоянно и спрашивают, особенно вот когда ситуация обострилась, с виз, невозможностью проведения непосредственно шествия. И какие формы можно, какие что? Ну вот очень хорошая форма, и я считаю это действительно 9 мая, поставить портрет ветерана в окно. Не обязательно зажигать свечу, все-таки противопожарные меры никто не отменял. Но вот чтобы этот человек был с нами, потому что это прежде всего их праздник. Если бы их не было, этого праздника не было, и как вот говорится, нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой, надо вспоминать их, надо помнить, и этот день, конечно, они должны быть с нами, хотя мы одних помним всегда, но этот день особый. Поэтому в любой форме. И, конечно, если мы не можем собраться все вместе, всеми родственниками, хотя бы каждая частичка вот семьи, где кто есть, чтобы своего героя вспоминали. В любом виде, в любой форме это можно сделать. Но самое главное, это вот, чтобы шло от сердца. А еще это прекрасный повод позвонить друг к другу. Мы привыкли. Если не собираемся, то мы переписываемся сухими сообщениями. А здесь есть возможность набрать номер телефона, просто спросить, как дела, и пообщаться. И, в общем-то, это тоже вполне себе неплохо. Игорь Ильич, а как вы стали координатором Бессмертного полка? Как получилось? Вы знаете, получилось все очень просто. Ну, пять лет назад, 70 лет победы. Ну, вы знаете, что движение Бессмертный полк возникло впервые в Томске в 12-м году. Это вот Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин, два томских журналиста, ваши коллеги. Вот так же, как мы с вами сидим, и родилась такая идея. Вот в Томске формировалась дивизия, которая была потом переброшена под Москву, и она практически вся полегла. И вот в память об этих людях решили выйти 9 мая с портретами их. Тогда еще не называлось это Бессмертный полк. Это пришло чуть позже, но оформилось таким образом, что практически весь Томск вышел на эту акцию. Вот так родилось движение. А в нашем Одинцово, когда вот 70-летие победы, действительно, я тоже посмотрел, думаю, ну, надо же принять участие в этой акции в полку. Посмотрел, а есть в других городах, в Подмосковье, а почему-то Одинцова не было. Ну вот, как-то, вы знаете, да, ну, не знаю, не мог пройти мимо, что называется, и просто, это любой мог сделать человек, ну, просто это вот мне почему-то пришло раньше, и поэтому так получилось. А на самом деле это, в принципе, мог сделать вы, ваш одной или кто-то, друг из друзей. А тяжело? Да нет, ну что, это не тяжело. Почему? Потому что сайт, конечно, предусматривает работу и с материалами, и, так сказать, с какой-то корректировкой, все, но главное поддержка связи с людьми, потому что люди звонят, к сожалению, вот в шествии, вот даже уже в прошлогоднем, многие не могли из ветеранов принять участие, но прежде всего это категория детей войны, вы знаете, да, и их становится все меньше, ну... Мы должны помнить. Мы должны помнить, да, это самое главное. И о тех, кто ушел, и о тех, кто с нами. Ну, мы так говорим, координатор, да, а кто это координатор, какие права и обязанности у вас есть? Ну, вы знаете, прав, в общем-то, как таковых, каких-то особенных, оно и не предусматривает. Хотя вот недавно было, ну, я не побоюсь сказать этого слова, глобальная какая-то онлайн-конференция, где участвовали представители бессмертных полков от Австралии до Соединенных Штатов, вся Европа, ну и вот подмосковные координаторы тоже. И я хочу сказать, что вот, ну, это движение, конечно, которое, ну, уже никогда не умрет. То есть не будет одного человека, на его место станет другой. И поэтому вот связь координаторов, связь и обмен опытов, это вот, наверное, то, что будет это постоянно поддерживать, какую-то форму. Но вот бессмертный полк, он будет всегда, по-моему, потому что вот в памяти народа это не затрется уже. Ну, идут целыми семьями, как мы это видим и на фотографиях, и видели в сюжете. Это запомнят дети. Дети наверняка расскажут своим детям. И, в общем-то, для многих это уже такая семейная традиция, которую, я надеюсь, что многие сохранят в течение долгих-долгих лет, и не одно поколение будет свидетелем этой традиции, а еще лучше будут принимать в нем участие. А я хочу напомнить, что мы работаем в режиме прямого эфира. Наш телефон 8495-508-86-84. Дозвонившись по нему, вы можете рассказать истории своих героев Великой Отечественной войны. Запиши семейное видео с историей своих героев размести в соцсетях с хэштегом «Бессмертный полк дома». И 9 мая мы пройдем парадным строем. Пусть из дома, но со своими. Они должны пройти победным строем. Как я уже сказала, мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим об акции «Бессмертный полк», которая в этом году состоится несмотря ни на что, пусть и в несколько ином формате. Номер телефона 8495-508-86-84. Звоните, рассказывайте вашу историю, а я, пользуясь случаем, расскажу, если можно, историю своего предка. У меня несколько дедушек воевали по отцовской линии, по материнской линии, прадедушка Иван Васильевич Болдин. Он тоже был уже в достаточно таком возрасте, серьезном, 41 год, много детей, шестеро детей. Но, тем не менее, он тоже посчитал своим долгом отправиться на Великую Отечественную войну. Он был призван из Тамбовской области. И получается, что их перебросили в Дмитров, а из Дмитрова они уже дошагали до... Ну, тогда это была Ленинградская область, сейчас Новгородская. И их задача была... Мы все знаем, что история там достаточно трагическая. Наша армия попала в окружение. И то воинское подразделение, в котором служил мой прадед, они должны были удержать вот этот коридор. Но, к сожалению, мы знаем, что не удержали. Мой прадед там погиб. Поскольку Дмитрова в Дмитровской области Тамбовской достаточно далеко друг от друга находится, то никто никогда на могиле прадеда не был. Хотя мы знаем, что он похоронен, ну, вроде бы, как по похоронке. Братская могила деревни Мясной Бор. Достаточно такое легендарное место. Если почитать, то много всего интересного можно найти. Моя бабушка, его дочь, которая провожала его на фронт, всегда мечтала побывать на могиле отца. Для нее это было очень болезненное воспоминание, поскольку она своей семье его заменила, была старшим ребенком. И в прошлом году мы с мужем впервые за все вот это вот долгое время побывали на этой братской могиле. Ощущение, надо сказать, просто непередаваемое. Действительно, надо пережить. Тут стоит пересечь любые расстояния, чтобы испытать те чувства. Ну, и, наверное, какое-то чувство незавершенности. Ну, все-таки какой-то долг, какую-то там частичку мы ему отдали. И, надеюсь, вот хотели в этом году съездить и уже свозить туда своих детей, чтобы они знали, что здесь похоронен дедушка Ваня. И вы нашли фамилию, да? Нашли фамилию, да, выбито на одной из плит. И, на самом деле, это огромный мемориал. Там очень много погибло наших бойцов. Да, да, да. И до сих пор, каждый год, на 9 мая, там захоронения захоранивают сотнями. И люди, которые, чьи родственники захоронены в этом мемориале, они стали привозить туда фотографии. Я так думаю, что им это позволено. Очень много фотографий они ставят рядом с мемориалом. И, ну, тоже такой своеобразный бессмертный полк. Ну, такое уже практически военное кладбище получается. Очень хочется тоже, конечно, присоединиться. И очень хочется передать все это детям. Потому что дети, безусловно, должны знать историю своей семьи, должны знать историю своей Родины. Да, и фамилию деда обязательно они должны видеть вот среди людей, которые отдали жизнь. Что это не абстрактный дедушка Ваня, это вот вполне конкретный дедушка Ваня. Которому они обязаны, что есть ваши родители, что есть вы. Безусловно, без них, без того, что они сделали, ничего бы, к сожалению, к счастью, не произошло бы в дальнейшем. Спасибо большое за победу и тем, кто ныне здравствует, и тем, кто захоронен и в братских могилах, тем, кто умер после. Игорь Ильич, ну, есть надежда, что в этом году шествие бессмертного полка все-таки состоится? Вы знаете, как врач очень трудно делать прогнозы, потому что вы сами видите, что происходит с этим заболеванием, с этой пандемией. Но, конечно, надежда у нас всегда есть, она будет, и мы свято верим в то, что мы еще соберемся, дай Бог, не раз и пройдем колонны бессмертного полка по нашему родному Одинцову. В конце концов, мы помним, что в 45-м году парад был не 9 мая. Он был чуть позже, поэтому, дай Бог, все состоится. А я напоминаю, что мы работаем в режиме прямого эфира 8495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Мария. Мария, очень приятно. Вы хотите рассказать историю ваших родных? Ну, хотели бы рассказать, наверное, не столько историю, а поблагодарить организаторов акции «Бессмертный полк». В прошлом году я, моя мама и моя дочь впервые приняли участие в этой акции. Конечно же, те эмоции, которые мы испытали по нашему городу в числе огромного количества людей, это непредаваемые эмоции. Конечно, очень жаль, что в этом году, 9 мая, акция не состоит в привычном режиме, пройдет онлайн. Мы не теряем надежды, мы очень верим, что обязательно все случится и мы еще поднимем вверх портрет нашего дедушки, нашего прадедушки и будем гордо идти по улицам любимого города. Обязательно. Мы верим вместе с вами, правда, Ильич, что все состоится в этом году. Кстати говоря, поисковики наши отмечают, что наметилась хорошая тенденция с введением режима самоизоляции. Люди стали активнее интересоваться историей своей семьи. Олег Артеменков преодолел длинный путь, чтобы восстановить историю своего героя Великой Отечественной войны. Сейчас он с нами на видеосвязи. Здравствуйте. Технические проблемы небольшие у нас возникли. На самом деле, мы видим, что акция беспрецедентную действительно поддержку имеет и будем надеяться, что онлайн-формат в этом году опять же, ну вот пока так, будет не менее популярен. А вот сейчас сколько вы сказали уже заявок в общероссийском бессмертном полку? Ну вот в общероссийский сайт около миллиона заявок поступило. Представляете, какое это количество людей? Это по времени? Сколько нужно, чтобы о каждом рассказать? Если хотя бы по одной секунде, то это несколько дней, конечно, много дней, да. А бессмертный полк Одинцова? Значит, бессмертный полк Одинцова сейчас насчитывает около 500 историй. Причем это те истории, которые вот рассказаны людьми, жителями нашего города и большинство о тех людях, которые жили в Одинцово. И вот потомки их продолжают жить. Вот. И, конечно, если вот наш бессмертный полк Одинцовский прошагает по нашему телеэфиру, это будет очень здорово. Это будет действительно здорово. А с нами на связи Олег Артеменков из Горок Десяток. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Здравствуйте. Олег, и насколько я помню, у вас очень интересная история, связанная с вашими героями Великой Отечественной войны. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, я вкратце начну. Давайте сразу, чтобы была возможность рассказать. Спасибо, что выбрались такого количества звонков именно меня. Очень хочется определиться радостью 75-летия юбилейной победы. прям вот все будорадоваться внутри. Жалко, что мы, опять же, повторюсь, не сможем выйти на улицы наших городов. В том году мы у себя в 10-х. Это Одинцовский городской округ. Для тех, кто не знает, проходили здесь вместе с теми ветеранами, которые, дай бог им здоровья, пришли с нами вместе в строю. Я хочу рассказать сначала про в первую очередь про своего прадедушку. Вот, если его видно, видно. Видно. Да, отлично. Капустин, Иван Васильевич, это войска связи, уроженец Тульской области, видно, да? В общем, он прошел почти всю войну полностью. Значит, в 41-м году он поступил, соответственно, в ряды Красной армии. Значит, войска связи, получается, 30-й батальон 37-й армии, 2-й украинский фронт. В апреле 44-го его комиссовали, он заболел очень сильно и потом даже больной он работал в колхозе, помогал тылу и, к сожалению, до победы не дожил. Вот. В общем, наш герой. Потом, хочу рассказать про, это получается, мой дедушка, да, видно, нет? Видно. Надеюсь, зрителям видно. Артемков Виктор Савельевич. Он был непосредственно именно ребенком войны. Это уже сделано когда он отслужил, уже после войны. Но я хочу рассказать про дедушку. Значит, получается, что он очень сильно на него был похож, в принципе, наверное, как-то на меня. Многие говорят, что похож. Очень похож, на самом деле. По папиной линии. Да, действительно. Стаса какая? Да, в Смоленской они, когда шли первые месяцы войны, значит, в Смоленской области, да, в поселке Починок, их взяли в плен, значит, получается. И он бежал, получается, когда они шли через леса, а мой, к сожалению, попал в плен именно как рядовой, он попал в плен. И в лагере Замбосталь уже осенью его не стало, да, потому что были очень... Лагерь военнопленных, которые непосредственно мы посетили в 16-м году с моим папой, да, вот сейчас рассказываю, мысли путаются, потому что была колоссальная поездка, очень мощная поездка, я даже не знаю, как это описать словами. Надо дать должное, что немцы все-таки следят за нашими, получается, кладбищами, да, скажем так, но поражает то, что, к сожалению, все это забывается. Да, дременно доехать туда, ну, понятно, что Европа развита узла сообщения, там все дела, но доехать туда можно было только на такси. История была такая, что мы подошли к таксисту, спросили, в бремя не подходим, на вокзале к таксисту, так и так, зампосты, он такой говорит, там просто деревня, никогда не знал, что там какой-то был лагерь, там, или кладбище военнопленных, там, что-то еще. В общем, мы сказали, поехали, он других таксистов предупредил, если что, смотрите, это русский, ну, как бы так, я понял, потому что, зная мой краткий, непосредственно, мои знания немецкого языка, да, школьные, они помогли мне, чтобы понять, что он говорит. В общем, мы туда доехали, там с горем пополам, как-то вот у прохожих спрашивали, нашли, где находится, непосредственно, показываем схему, показываем, вот на карточку, вот схема этого лагеря, покажите местным жителям, там в деревне, и одна женщина вспомнила, что когда-то в детстве они туда ходили, и вот вроде как там ухаживали. В общем, колоссальное, конечно, впечатление, понятно, что наши хоронили больше в таких могильниках, я бы так сказал, да, в общих братских могилах, но было очень, такое прям щемящее в душе состояние, что мы наконец-то нашли, и эту землю взяли, и привезли сюда уже в кладбище в Перхушково, точнее в Юдино, да, мы отвезли уже его жене, получается, Анне, моей прабабушке, вот, очень, так это было прям сильная, сильная для меня поездка, вот, а потом непосредственно, вот мой дедушек, который на фотографии, он после войны, как ребенок войны, он работал, на благо, в НИСК, поселка ВНИСОК, где я родился потом, уже позже, соответственно, и он также строил многие объекты уже в Одинцово, помогал поисковым отрядам, помогал, непосредственно, ну, рассказывал какие-то свои истории ветеранам, там, да, чтобы восстанавливать, как бы, сведения о других наших, получается, земляках, Одинцовской земли, вот, так что как-то, как-то вот так, вкратце, если рассказывать. Спасибо, Олег, насколько я знаю, у тебя там еще припасена книжка, и книжка у тебя лежит на столе не случайно, расскажи, пожалуйста, что это за издание? Да, вот книжка, может, вы видели, да, непосредственно книжка, значит, она является, у меня еще есть там тоже герои нашей семьи, получается, не вижу, видно или нет, да, видно, да, вот это, получается, есть книга такая, называется, «Das Stalag XB Zandbostel», вот, надеюсь, правильно произнес по-немецки, там много различных, получается, вот, я не знаю, когда там, именно наши войска, ну, когда плен взяли, вот их как вели туда, там, не знаю, видно? Видно. Видно, нет? Да, да, да. Вот, очень интересная книга, понятно, что на немецком, нам ее с папой дали бесплатно, ну, давайте, я покажу такие картинки, тут не совсем такие, прямо уж, улучшающие, но есть, прямо, цепляющие, маловремени, я понял, да, 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 вот наши, получается, тоже, конечно, все так красиво, а вот это наши, то, кого, я не знаю, видно, опять же, рассвечивает, вот, это наши, получается, советские, советские военнопленные, вот, к сожалению, да, ну, многие знают, что с «Странским Христом» у нас не было соглашения, да, могу ошибаться, ну, и наши, конечно, там содержались в таких не очень условиях, эту книгу нам дал директор, этого лагеря военнопленных, забыл, кого уже зовут, немец, он, когда узнал, что мы приехали, именно туристами, ну, индивидуально, вместе с моим папой, он очень удивился, потому что обычно это все делается как-то вот, максимально загодя, да, там, набираются какие-то группы, набираются, там, наши мигранты, кто там живет в Германии, русскоязычные, собирается какой-то автобус, он собирается в Бремени, там, ну, грубо говоря, они довозят, ну, довозят уже туда, в этот лагерь, но когда мы приехали, он все немцы этого водителя расспрашивал, таксиста, мол, ты-то что, ты-то их знаешь? Он говорит, да не знаю я их, я вообще про это ваше место не знал, а тут оказывается, вот ребят привез, получается, вот меня и папа привез, так что, да, извиняюсь за мой сумбур, я что-то сейчас про эмоциях рассказываю, потому что, рассказывать это было четыре года назад, но это была очень эмоциональная поездка, конечно, понимаешь, все тяготы, ну, понимаешь, что про войну ты слышишь из своих родственников, да, от своих, ну, как по телевизору рассказывать, но когда ты находишься там, ты ощущаешь, насколько это была мясорубка такая, понимаете, как это объяснить, может мягче для телевизора, и понимаешь, насколько все вот было в такой вот, ну, борьбе какой-то, ты, наверное, понимаешь, какой ценой далась нам эта победа, вот я думаю, что это... Да, вы понимаете, для молодежи, что могу сказать, фильмы это фильмы, что в фильмах иногда там порой приукрашивают какие-то моменты, да, но тем не менее бились, ну, насмерть, на самом деле, и вот там это ощущается как никогда, вот, потому что ты видишь и чувствуешь вот эту боль, не упокойный душ, да, я просто человек, ну, верующий, и ты чувствуешь, вот, и мы этого попросили потом, значит, директора, чтобы он связался, может быть, с православной какой-то нашей там миссией, которая находится в Германии, чтобы, может быть, там, отпели их, ну, понятно, что они все были православными, обычаями. Олег, спасибо большое за рассказ, очень, на самом деле, интересно, я надеюсь, что многие последуют вашему примеру и, может быть, также посетят могилы своих родных, когда это будет дозволено. Вот, если честно, я по секрету могу сказать эту историю от Олега я услышала примерно год назад, чуть побольше, и вот, собственно, после этого мы собрались в гости к нашему прадедушке. Игорь Ильич, давайте коротко расскажем. Онлайн-акция, «Бессмертный полк», любая платформа, как стать участником? Значит, все очень просто. Вы набираете онлайн-регистрацию, «Бессмертный полк» для пользователя интернета, это не составит труда. Если человек пожилой, надо попросить кого-то из молодежи, кто разбирается в этом. Молодчиллежка. Да, и он поможет это сделать. Все очень просто, там шаги расписаны, инструкция очень подробная, и, в принципе, это та же ситуация, как разместить фотографию и рассказ о своем близком человеке, участнике Великой Отечественной войны. Кроме этого, хочу сказать, что вот сейчас на сайте «Бессмертный полк» создан поисковый центр. То есть, если вот совсем человек одинокий, там пожилой, просто надо попросить кого-то подать заявку с фамилией, именем, отчеством своего близкого, кого хотят разыскать, и наши коллеги, наши координаторы и служба технической поддержки это сможет сделать. Кстати, вот поисковый центр, он открылся вот буквально год назад на сайте «Бессмертного полка». И для тех, кто самостоятельно ищет, есть четко разработанный алгоритм. Тоже зайдите на сайт мойполк.ру, поиск, и там все четко расписано, куда надо пойти сначала, куда затем, и что в результате вы можете получить. То есть, если есть желание, а желание это наверняка возникнет у многих и многих, для того, чтобы узнать судьбу своих близких воевавших в годы Великой Отечественной войны, это надо сделать. И это доступно. То есть, в любой форме вы можете сейчас подключиться к онлайн участии в акции «Бессмертный полк». Да. Ну, а самое главное, это то, что в этот день мы должны всем сердцем и всей душой поклониться тем людям, которые вот отстояли свободу, как говорится, независимость нашей страны вот в такой жестокой битве. А в Инстаграм пользователь Жанна написала нам следующее. И, честно говоря, хочется этими словами закончить нашу программу. «Без прошлого нет будущего. Тот, кто хранит память о своих ушедших героях, с большим уважением и заботой относится к героям живущим». И это очень важно. Я совершенно согласна. Сегодняшняя программа завершена. Спасибо большое, Горелий, что пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. А я призываю вас участвовать в акции «Бессмертный полк» независимо от того, в каком она формате проходит. Ну и, конечно, пока оставайтесь дома, берегите себя. До новых встреч на ОТВ. «Бессмертный полк» 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 «Бессмертный полк»